Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии председатель территориальной избирательной комиссии Мазина Валентина Константиновна. И первый вопрос, который я хочу вам задать, это, конечно же, об особенностях нынешней избирательной кампании. Не так много прошло времени с сентября, с предыдущих выборов, и вот мы уже на пороге новых. 26 апреля нам предстоит проголосовать за новый состав Думы, за нового главу ангарского городского муниципального образования, и, конечно же, эти выборы чем-то должны отличаться. Вот об особенностях я вас и спрашиваю. Да, вы правы, Анатолий Алексеевич, на самом деле, эти выборы несколько отличаются и от предыдущих, и от всех других. Отличаются они тем, что произошло преобразование поселений и района в ангарский округ. И таким образом выборы, муниципальные выборы на территории ангарского муниципального образования будут проходить теперь один раз в пять лет. Если ранее мы выбирали мэра и депутатов района, а потом мы выбирали глав и дум поселений, то теперь мы будем выбирать одного главу ангарского городского муниципального образования и одну думу ангарского городского муниципального образования. Вот я полагаю, что это является основным отличием. Отличаться эти выборы будут еще и тем, что образована схема округов в соответствии с законом Иркутской области о преобразовании ангарского муниципального образования. Схема состоит из 25 избирательных округов по выборам депутатов Думы ангарского городского муниципального образования. Наши избиратели помнят, очевидно, что ранее у нас было образовано по выборам в город пять округов, по выборам в район три округа. Вот теперь 25 округов. Очень сложно было сформировать эту схему, потому что существуют определенные правила, установленные законом формирования избирательных округов. Они заключаются в том, что количество избирателей в каждом округе должно быть примерно одинаковым. У нас оно получилось порядка 7-8 тысяч избирателей в каждом округе. И границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов. Вот в соответствии с этими требованиями закона и была образована схема избирательных округов, и она была утверждена Ангарской территориальной избирательной комиссией. Вот мне понятно, по городскому распределению, в черте города, а как вписывается в эту схему МИГЕД, Одинский, Саватеевка? — Значит, в МИГЕД образован отдельный округ. Как раз по количеству избирателей это... — Позволяет? — Да. Примерно 7 с небольшим тысяч избирателей там. Округ номер 25. Что касается Саватеевки и Одинска, то они вошли в 24-й избирательный округ. И кроме, конечно, этих поселений в состав этого округа вошла еще и территория городская, юго-западная часть. Не вся, а частично. Так что, конечно, все поселения, бывшее поселение, теперь это административно-территориальные единицы в составе округа, все они вошли в составы избирательных округов образованных. Поэтому, конечно, интересы избирателей этих поселений будут учтены при голосовании 26 апреля. Особенностью этих выборов является также и то, что избиратели теперь будут ставить одну галочку в избирательном бюллетене. Если ранее они ставили по выборам депутатов пять знаков напротив фамилии, то теперь они будут ставить только одну галочку. По этому поводу, конечно, мы будем работать с избирателями, потому что они привыкли ставить пять фамилий. Но если пять галочек будет проставлено, то такой бюллетень, конечно, будет недействительным. Вот в этих избирательных бюллетенях нужно будет ставить только одну галочку напротив фамилии кандидата, за которого они голосуют. Особенностью этих выборов является также и то, что на 93 участках будут установлены КАИБы. То есть будет осуществлено электронное голосование. Но в 2012 году мы уже голосовали с КАИБами, правда, тогда голосование было только в одном округе. Да. А значит, чем хорошо то, что мы будем электронно голосовать? Ну, во-первых, абсолютное качество подсчета голосов, вот, а во-вторых, быстрота подсчета. Вот такие особенности. Ну, а контроль за голосованием как будет осуществляться? Или это не входит в компетенцию ТИКа? Контроль за голосованием осуществляют наблюдатели, которых представляют политические партии и кандидаты. Опыт показывает о том, что на каждом избирательном участке и в каждой окружной избирательной комиссии у нас порой бывает количество наблюдателей больше, чем членов комиссии с правом решающего голоса. А также члены комиссии с правом совещательного голоса, которые назначаются тоже политическими партиями или кандидатами. Вот это люди, которые по своему статусу будут осуществлять контроль за, также имеют право присутствовать на избирательных участках представителей средств массовой информации. Таким образом будет осуществляться контроль. Понятно. Время работы избирательных участков со скольки до скольки? С 8 утра до 20 часов будет проходить голосование. Но начало не в 8, а чуть пораньше, потому что полвосьмого. Закон предусматривает теперь до 8 часов предъявление пустых ящиков, подсчет бюллетеней по досрочному голосованию. Вот эти все процедуры должны пройти до 8 часов. Поэтому в 7.30 будут открываться избирательные участки. Досрочное голосование возможно? Да. Закон предусматривает досрочное голосование. Оно будет осуществляться на территории нашего округа с 15 апреля. С 15. Ну хорошо. Вот совсем недавно закончена регистрация кандидатов в депутаты и кандидатов на главу. С чем подошли? Какие цифры? Сколько зарегистрировано? Значит, итоги таковы. Выдвинуто было 139 кандидатов в депутаты. Зарегистрировано 113. 4 кандидата сняли свои кандидатуры и 22 кандидатам отказаны в регистрации. Причина отказа регистрации, основная причина практически всем была отказана, из-за того, что они представили недостаточное количество достоверных подписей. Если сравнивать итоги с сентябрьским голосованием, то там цифры немножечко другие. Значит, в сентябре было зарегистрировано, выдвинуто 126 кандидатов в депутаты, зарегистрировано 91. Значит, четверо сняли свои кандидатуры и 31 кандидату отказано в регистрации. То есть, нынче 22 отказано, а в сентябре было 31 отказано. Вот такие результаты регистрации. Ну, я бы сказал, что конкуренция не очень большая. Получается где-то 4-4,5 человека на избирательный округ. Так, да? Я, честно говоря, не считала. Ну, я просто разделил 130 на 25 округов. Поэтому, мне кажется, эта конкуренция не очень большая, но, тем не менее, дело ответственное. Хорошо. А на главу сколько человек зарегистрировано? Было выдвинуто 8 кандидатов, зарегистрировано 7 кандидатов. Вы можете перечислить персонально, пофамильно, кто зарегистрировал? Балакин Никита Сергеевич. Он баллотировался и в сентябре тоже на должность. Главы Брюнюк Сергей Алексеевич, Жакова Ольга Александровна, Корнаухов Леонид Николаевич, Надымов Дмитрий Владимирович. Петров Сергей Анатольевич, Тютрин Дмитрий Геннадьевич. Я перечислила в алфавитном порядке. Наверное, надо было сказать, кто от какой партии пошел. Потому что на должность главы у нас никто не собирал подписи. Все они от политических партий. В соответствии с законом, те, кто выдвинут политическими партиями на должность главы, подписи не собирают. Где избиратели могут подробно ознакомиться с информацией о кандидатах? В период, когда начнут работать участковые комиссии, они у нас реально где-то с 13 апреля начнут работать, избиратели смогут ознакомиться со сведениями обо всех кандидатах. И на должность главы, и в депутаты. Каждый на своем избирательном участке. Значит, центры избирательных участков или помещения, где избиратели наши голосуют, практически везде остались прежними. Поэтому в этом отношении практически ничего не изменилось. А если кто-то не знает, значит, они получат приглашение. И в приглашениях будет написано, где конкретно избиратель должен голосовать. Так вот, в помещениях каждого избирательного участка будет находиться информация о зарегистрированных кандидатах. Кроме того, эта информация находится на сайте нашей комиссии, Ангарской территориальной избирательной комиссии. И кроме того, мы направляем эту информацию в средства массовой информации. В частности, муниципальная газета «Ангарские ведомости» все сведения обо всех кандидатах публикует. Антонина Константиновна, вот вы много лет председатель территориальной избирательной комиссии. И я хочу вот о чем спросить. Скажем, в недалеком прошлом, скажем, лет 10 назад, было немало эксцессов, прецедентов, связанных с нарушением как в ходе голосования, так и после, при подсчете итогов голосования. Вот скажите, в последнее время стало лучше, стало тише? Или, наоборот, обострение происходит при подсчете голосов и при объявлении результатов выборов? Ну, я-то, честно говоря, лет 10 назад особо не помню, чтобы у нас были какие-то громкие нарушения закона. Были. Были. Были заявления в суды, когда пересчеты... А, ну, заявления в суды теперь есть. Теперь есть. Да, конечно. Много? Есть. Значит, но эти заявления в суды в основном касаются отмены решений комиссии о регистрации или об отказе в регистрации. Кандидаты друг на друга пишут заявление в суд. А мы, естественно, ходим в судебное заседание и отстаиваем решение комиссии. Вот. Значит, ну, по поводу, конечно... По итогам выборов. А спаривается, нет, итоги выборов? Итоги выборов. Но если взять вот сентябрь, после сентябрьского голосования отспаривала выборы только Федорова Геоцинтова. Такая есть у нас, в Мегете проживает женщина. Значит, в основании она что сказала? Что нарушили ее право, поскольку в списке кандидатов на должность мэра не было представителями Гета. Но в данном случае мы же руководствуемся законом. Кто выдвинулся, тот выдвинулся. То есть если бы выдвинулись представители Мегета, значит, они, очевидно, тоже были бы зарегистрированы, им можно было бы голосовать. Но никто из жителей Мегета не выдвинулся, поэтому ей было отказано, естественно, в удовлетворении ее требований. А более никто не оспаривал результаты. Значит, там у нас еще было тоже об отмене решения. Но это все вот об отмене решения. Комиссия территориальная зарегистрировала кандидата. Заявители считали, что незаконно. Ангарский суд принял решение оставить решение комиссии в силе, а областной суд отменил решение территориальной комиссии. Вот это по прошлым выборам. Ну а по этим выборам посмотрим. Ну хорошо, и последний вопрос у меня. Ну, вы помните, что сентябрьские выборы не отличались высокой явкой избирателей на избирательной участке. И, понятное дело, уже прозвучало везде и на федеральном уровне, что сентябрь – это очень неудобный месяц для проведения выборов. Сколько у нас там? 20 с небольшим, да, по-моему, было в сентябре. Что вы ожидаете в этом месяце? В апреле? Я не уверена, что явка будет высокой. На муниципальных выборах она, как правило, невысокая явка. У нас высокая явка бывает на президентские выборы. Да, там мы по закону более 50% должны. И помню, как одни выборы, когда подключились предприятия, нефтехимическая компания, электролиза, комбинат «Стройка», и сотрудники этих предприятий активно пошли голосовать, то у нас была явка там что-то 70%. Но это единственный раз за все время, сколько я работаю. А так, как правило, на муниципальные выборы явка небольшая. Я думаю, что это связано с причинами, которые не зависят, наверное, от нас. Это экономические условия, это и то, что люди, наверное, устали просто ходить на выборы, потому что они у нас довольно часто, два раза в год. Но мне все равно хочется надеяться на то, что избиратели пойдут голосовать, и надо идти голосовать, потому что как бы там ни было, и что бы ни говорили люди, все равно от голоса каждого зависит, кто будет главой, кто будет депутатом. Это очень важно. Ну что, а мне остается только присоединиться к призыву Валентины Константиновны и призвать всех ангарчан прийти на избирательные участки 26 апреля и выполнить свой гражданский долг. Спасибо, Валентина Константиновна, вам за это интервью, и до следующих встреч. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова